Лев! Лев! Да? Зачем ты мне звонишь на личный? J'ai un problème. Так, в чём дело? J'ai tout perdu. Non, dis moi que c'est fou. Je suis désolée. Алена, серьезно? Ну что, я могу поделать? Dis moi que c'est moi! Quand tu as vu que l'argent disparu? Что? Нет, серьезно. Когда ты увидела, что деньги пропали? Твою ж мать. Non, non, non. Нам задница из-за тебя. Mais tu nous foutus dans la merde là. Tous. Так, Алена, успокойся. Restu tué, ne bouge pas. Tu m'entends? Ok, je t'entends. J'arrive, ne bouge pas. Je t'entends, non, 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 non. J'ai trop tardé. J'ai trop tardé. J'ai trop tardé. Что-то мне подсказывает, что сегодня будет еще один беспокойный день. Сталинград. 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 Мы объясняем, хорошо? Да, конечно. Пожалуйста, я тебе прошу! Женщина! Вот такая маленькая гифля. Классно, украинская. Сейчас я хочу объяснить. Русская мразь! Мадам Ростон. Привет! Привет! Мы можем идти. Твою жмать! 23 000 €. Ты знаешь, что это означает? Ты и мы, мы умерли. Мы будем убраться. Кто вывезли? Кто вывезли? Кто вывезли? Но я знаю! Это был фунт, Миро! Это потому что ты, броди! Я тебе сказал, чтобы не было столько пищи! Мерд! Какое дело, Иггл не видел? Потому что он тоже броди. Я остановлюсь! Что ты говоришь? Я остановлюсь! Ты можешь сделать то, что ты хочешь? Что ты говоришь? Я у меня фунт, Александр. Я не боюсь. Я люблю все это! Александр! Ты чего? Да! Я не буду работать с тобой. Алиана! 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 Ты слышишь то, что я тебе сказал? Он уже приехал. Ты уже встал на сцене? Да. Почему ты сказал это? Потому что я думаю, что ты закончишь. Ты хочешь мне предложить? Ты должен быть лучше. У нас хорошая команда, это человек, который окружающий, а не обрати, как Игорь. И деньги? Я буду делать это? Это не мой вопрос. Я принесу 5 000 евро в день. И ты чертежа! Ты чертежа, ты чертежа, ты чертежа, ты чертежа, ты чертежа, ты чертежа! Я говорю, она! Я хочу сказать, что это очень странно для вас, как вы, одни в ресурсы умные. Я вижу, что вы делали лучшие школы и вы получили лучшие нации. Но я должен сказать, что я немного инсуручу, чтобы дизлительный кабинет и преследовательный кабинет. Это нормально. Но, как вы пришли до нас сегодня, я думаю, что вы должны быть готовы для этого. Ну, вы трогаете, мадам. Я не совсем не готова для этого. Я очень очень готова для этого. И когда я начинаю что-то, я всегда буду в конце моего проекта. Я не могу больше. Я могу даже сказать, что не могу больше. Никто не может остановиться. Вы нас расширены. Я перевозил ваши notes и я вижу, что вы получили все ваши тесты с брио. Вы точно лучшие из всех наших выборов. И, чтобы быть honest с вами, в 5 лет, это будет первый раз я вижу это. Спасибо. Я должен сказать, что ваши тесты, я нашли очень простые. И еще, вы еще не видели меня. Ну, давайте. Скажите нам немного о вас, Шарнел. Меня зовут Лев Романов. Мне 29 лет. Я родился в маленьком городке под Иркутском, в Сибири. Я самый младший из семи четверых детей. Моего отца, алкаша, не стало, когда мне исполнилось шесть. Я рос в окружении насилия, бедности, нищеты. Подрослев, большинство моих приятелей стали безработными маргиналами. А другие уехали на заработки в Китай. Я никогда ни в чем не сомневался. В лет 16 я ограбил свою первую контору. И как только у меня появилась возможность, я сел на первый же автобус в направлении Москвы. Уже там на месте я вошел в ряд очень опасной бригады. Оружие, допросы. Эти люди, они сделали из меня профессионалов. Однажды ночью посреди улицы банда конкурентов уложила четверых моих корешей. Но после чего я понял, что надо валить из этой страны, иначе буду следующим. В бегах я скрывался в Германии в течение двух лет, где я познакомился с руководящим французской проституцией Александром Маслиным. И тут же был отправлен в столицу, где и началась моя карьера парижского сутенёра. Много девочек, куча бабла, ну и до хрена проблем. Русская братва безжалостна. Как только Александр узнает, что я просрал его деньги, он либо меня пристрелит, либо я буду вынужден вернуться домой и служить его клану всю свою оставшуюся жизнь, как раб. Не считая Игоря, я в этом городе совсем один. И если я быстро не найду решения, то мне реально хана. Да. 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 Ну а если ты доступил на вамías, ну что, ну, залить? Ну, то есть я advantages, Харнель, у меня есть последняя вопроса. Для меня это очень важная вопроса, потому что вы должны быть задавлены когда вы будете искать нашим будущим сотрудникам. Харнель, какая ваша основная квадрата и ваша основная причина? Хм... Неужели, я считаю инсенсивный. Да, потому что я могу искать нищего кто-то, который будет через мою route или мою карьеру. Особенно если есть денег. Да, я спер. И в защите, я бы что-то... ...минозно... ...иногрешно. ...минозно... 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 Харнель, да? И вы хотите что-то диму еще разом? Потому что он уже тоже с кем? Ух, мабель, у меня в качестве, ты можешь добавить один вид ему. И вы все имени, да? Диму. Ну, мы все помняты, мы... Ух-лх, это всё. Молодцы! Молодцы! Я очень рада. Я очень рада. Я желаю вам познакомиться. Я желаю вашу сотрудничество... ...и продолжать в этой цели. Я... 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 Она... 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 Это нану. Но это не сенare. Это не она, Это не так. Я абсолютно символично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok